Привет! Я Максим Черевиченко, шеф-повар-преподаватель Института гастрономии Сибирского Федерального Университета. Сегодня с вами приготовим филе муксуна с пюре из зеленого горошка, капустой романеско и соусом Бёрблан. Для приготовления нам понадобятся ингредиенты. Филе муксуна, это наша северная рыба. Предварительно мы ее разделали, убрали кости, оставили только филе и нарезали на стейки. Конечно же, это главный продукт у нас. Капуста романеско, зеленый горошек бандюэль. Для соуса нам нужно сливки, вино белое сухое и лук шалот. Также в соус мы будем использовать зеленый горошек для разных текстур. Приступим к приготовлению нашего блюда. Сейчас мы с вами бланшируем зеленый горошек бандюэль. Кстати, зеленый горошек бандюэль можно использовать не только для пюре, его используют в соусы, крем-супы и многие дополнения к блюдам, также в салатах. Предварительно бланшируем горошек две минуты. Остудили горошек в ледяной воде, пропускаем через сито, чтобы с горошком у нас ушла вода и пересыпаем. Часть зеленого горошка мы с вами очистим от кожицы. Это подъед у нас соус дерблан. Зеленый горошек мы подчистили. Сейчас начинаем готовить пюре. Нам понадобится зеленый горошек бланшированный. Чеснок мелко-мелко рубленый. Кстати, для сохранения цвета, почему сохраняется цвет у всех овощей полезные качества, в бандюэль все овощи проходят шоковую заморозку, при этом сохраняют вкус, цвет и форму. Далее мы сделаем с вами сейчас пюре из горошка. С помощью погружного блендера. Далее наше пробитое пюре из зеленого горошка мы перекладываем в сито и протираем через сито, для получения гладкой текстуры самого пюре. Смотрите, цвет нашего пюре сохранился, зеленый, такой яркий, свежий. Это все из-за того, что присутствует шоковая заморозка. Далее с вами сейчас припускаем капусту романеско. Романеско также проходит шоковую заморозку, при этом сохраняет свой сладкий вкус и форму. В подсоленой воде отвариваем капусту романеско. в течение пяти минут. Ну что, сейчас мы с вами приготовили романеско, остудили в холодной воде. Кочерижечки мы у нее срезаем. Далее с вами мы сейчас подмаринуем нашего муксуна. Нам понадобится соль, перец и масло растительное. Немножко перца. Стороны кожи сделаем оливки растительным маслом. Сейчас с вами приступим к готовке соуса берблан. Для этого нам понадобится лук-шалот. Нарезаем его мелким кубиком брюнуаз. В сухой сотейник перекладываем в наш лук-шалот. Ставим на плиту. Добавляем белое сухое вино. Буквально миллилитров сорок. Немножко черного перца. И ждем пока останется у нас примерно где-то столовая ложка виноградового вина. На медленном огне. Филе муксуна сейчас мы обжарим с вами на раскаленной сковороде, на растительном масле. Вниз кожей, чтобы кожица у нас была хрустящая. И после мы отправим в разогретый шкаф на 3 минуты на 180 градусов. Добавляем чеснок. Пару веточек тимьяна. Далее капусту романеско. Даем ей такой небольшой коле. Прогреваем ее. Также не забываем подсолить. Ну что, прогреваем наше пюре, доводим до вкуса зеленого горошка. И начинаем подачу блюда. Ну что, наше блюдо готово. Филе муксуна с пюре с зеленого горошка и капустой романеско под соусом берблан. Приятного аппетита! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok